ЗЕБРА О-о-о! Ой-о-о! Батут! О-о! У-ху-ху! Иду на снижение! Привет! Батут! О-о-о! Э-э-э! Снижение-е-е-е-е! Батут! У-ху-уу! Иду на снижение-ее-е-е-е-е! Привет, клеточка! Добро пожаловать в клуб исправления вещей! Что ты принесла? Поля, этой занавеской я закрывала небо, когда оно хмурилось, но теперь ей ничего не закроешь! Мы исправим это, клеточка! Что у нас ещё есть? Я так любил свою машинку, но она чик и сломалась! Старые любимые вещи, они нам дороги! Мы починим старый стул и зашьём занавеску, и машинку твою, Петя, чик, и починим! А-а-а-а! Полетели! Ох, три платочка починила, можно и отдохнуть! Яна, ты не работаешь? Я-то-то танцую, Поля! Смотри! Но, Яна, разве ты не должна была починить свой любимый обруч? Должна была? Не знаю! Мне и с таким обручем весело! Гоша, Родион, и вы тоже ничего не починили? Этому стулу уже ничего не поможет, кажется. Мы пробовали сделать из него барабан. А вы что делаете? Мы играем, Поля! Пружинка как машинка! Клеточка, давай починим хотя бы твою занавеску. Поля, прости, я передумала. Теперь это занавесочный парашют. Но у нас клуб исправления вещей, а не изобретений, и игр, и не танцев. Да, я зашью. Вот дела. Ага, была одна рваная занавеска, а стало две. Мне кажется, чинить это уже бесполезно. И наши любимые вещи придется выкинуть. А почему Поля ушла? Петя, Поля расстроилась. Мы собрались починить вещи, но, кажется, заигрались и совсем все разломали. Я думала починить старый обруч, но нашла ему новое применение. Яна, это отличная идея! У меня отличная идея! А какая идея-то? Поля, не грусти! Я знаю, что делать со сломанными вещами! Разве теперь можно с ними что-то сделать? Сначала скажи, Поля, любишь ли ты прыгать? Высоко-высоко! Ну, конечно, люблю, Клеточка. А что? А то, что мы сделаем из старых вещей одну новую вещь! Радость и веселье для всех! Батут! Но ведь по правилам клуба мы должны чинить старое, а не делать новое. Поля, это ведь ты придумала и клуб, и правила! И ты можешь все поменять! Прекрасно! Теперь это будет клуб обновления вещей! КОНЕЦ Старые вещи можно починить, но можно сделать из них что-то совсем новое! Сломанное не значит плохое! Им выкидывать не нужно! Главное, чтобы фантазия работала! Вот, смотрите, у меня новый хвост! Наши разные идеи на радость всем! Да! Покажем, на что мы способны! Коля, у меня танцевальный талант! Чудесно, Клеточка! Спортивный талант у Гоши! Прекрасно! Оля! Клеточка! А я теорему доказал, кажется! Такое подходит? Конечно, Родион! У тебя научный талант! Восхитительно! У Яны и Паши спортивный талант! Отлично! Записываю! Таланты! Друзья, добро пожаловать в клуб талантов! Здесь мы будем каждый день играть и веселиться! Совершенствовать свое мастерство! Предлагаю начать тренировку! Я тоже хочу в клуб! Возьмите меня, пожалуйста! А какой у тебя талант? Я люблю кружиться! И умею вот так! Бум-бум! Тыщ! Цыка-цыка-бум! Тыщ! Бум-бум! Тыщ! Цыка-цыка-бум! Тыщ! Цыка-бум! Тыщ! Такой чепухи нет в списке настоящих талантов, Петя! Приходи, когда будешь готов! Твой талант еще не вылупился! Выходит, я не талантливый, Клеточка? Как обидно! Не расстраивайся, Петя! Давай потанцуем! Как ты там делаешь? Чык-цык-бум! Бум-бум! Тыщ! Цыка-цыка-бум! Тыщ! Бум-бум! Тыщ! Цыка-цыка-бум! Тыщ! Цыка-бум! Тыщ! Как здорово! Поля! А у тебя какой талант? Разве не видно, Яна? У меня талант руководителя. В списке черным по белому. Поля, а кто этот список составлял? Давай добавим туда талант Пети. Ты что, Клеточка? Так можно что угодно написать. Что же будет? Беспорядок будет. И вообще, продолжаем тренировки. А я как раз уже совершенно без сил. Перекусить бы. Сначала нужно закончить тренировку, Гоша. Котина! Зато потом всех вас ожидает награда. Ого! Хорошо! У меня безусловный талант руководителя. Та-дам! Добро пожаловать на первую диско-вечеринку клуба талантов! Диско? А что это, Поля? Как что, Яна? Обещанная награда? Котина, Поля! А есть-то когда будет? Такой награды нам без еды не надо. Конечно, угощения будет. Но сначала танцы! Сломался! Без музыкального сопровождения. Танцевать как-то не хочется, вроде бы. Ну, Поля, раз танцы окончены, пора поесть да расходиться. Погодите! Раз для танцев нужна музыка, я точно знаю, где ее взять. Петя, как ты там делал? Бум-бум-тыщ-тыщ! Зажигай! Бум-тыщ-тыщ! Бум-тыщ-тыщ-тыщ! Бум-тыщ-тыщ! Бум-тыщ-тыщ-тыщ! Бум-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ Петя, прости меня. Твой талант совсем не ерунда. Заношу его в список настоящих талантов. Петеренко спасена! Спасибо, Поля! Поля, ты талант в свой список добавила, и ничего плохого не случилось. А случилось только хорошее! Вы правы, друзья. Таланты бывают совершенно разные. И при этом одинаково полезными и важными. Как овощи и фрукты! Стадный день! С днем зебры! Ура! Интересно, что он придумал, Оля? Будем играть в зебробол! Хопа! Отлично! Повеселимся! Все о зебрах! Привет, праздникам! Спасибо! Но сначала я вас научу, как быть зебрами. Чем учиться? Лучше веселиться! По расписанию лекция. Запомните, зебры самые лучшие. Зебры обожают красивые вышивки, книжные клубы и конкурсы красоты. Прошу прощения, а какие танцы любят зебры? Зебры любят балет, вальс, польку и пасадобль. Пасадобель? Надо будет попробовать! А в зебробол когда играть будем? Как только закончим с важным. Зебры любят балет, вальс, польку и польку и польку. И я нарекаю вас зебрами. Ура! Зебровал! Но сначала наденем зебрабантики. А можно краснояркий или, может, синий яркий бантичек? Кружевый! Зеленый! Желтенький! Нет, нет, бантик должен быть полосатый. Секундочку! Есть же зебры в клеточку. Пусть будут и разноцветные зебры. Да, да, мы хотим быть розовыми. Зебры полосатые и точка. А не хотите быть зебрами, так и скажите. Я хочу играть в мяч. А я хочу розовый пант. И танцевать. А я не хочу больше учиться. Зебра из меня не очень. А я так мечтала провести день среди зебр, что даже придумала этот праздник. А вы? Зачем мне такое? Не стадо. Не зебр. Но мы не стадо. Мы твои друзья. Какие же вы друзья. Вы не хотите принять и поддержать меня. Буду дружить с вами. Согласны? Молодцы. Хотите узнать про любимый танц зебр? Хотите пошутить про посадовый? Знаю, вы хотите научиться зеброходьбе? Да? Как-то неправильно играть в зебрабол без Поли. Значит, мы играем в какую-то другую игру. Мне кажется. Поля придумала день зебры и зебрабол, чтобы всех повеселить. А теперь сидит одна. Ну и пусть сидит. Я не хочу быть зеброй. Это скучно. Да, мы не зебры. Я так точно. Я, например, крокодил. О, супер идея. Мы станем зебрами и не зебрами одновременно. Разве так можно? Конечно, Петя. Зебра, звери, вперед! Ну, скажите хоть что-нибудь. Думаете, я испортила день зебры? Поля, мы нашли выход! Страу! Зебраус! Зебра-гил. Яйца зебр. Слонозебр. Здравствуйте. А я обзебрена! Ура! Простите меня. Я была не права, что зебра лучше других. Вы все самые лучшие. Вам не надо быть зебрами или яйца зебрами, или слонозебрами. Будьте собой. Идея! Пусть каждый наденет бантик, который ему нравится. Замечательно. О, какой у нас чудесный лес! Обожаю, блядь! Мостик! Ай-яй-яй! Опасность! А я пошутила! Там ничего нет! Трусишки! Так себе шутка! А вдруг и правда что-то опасное? Ха! Чушь! И вообще бояться стыдно! Правда, Петя? Ох, правда! Ах, какие красивые цветочки на том берегу! Вроде и правда красивые! Вот она! И полянка, чтоб поиграть! Держим! Ура! Я не могу. Капитан, я не могу. Что-то, я не могу. Ну, ты что? А как ты? 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 Видите, как ты? Я дальше не пойду. У меня срочное дело. Что? Какое дело? Ты что? Просто я не хочу туда идти. Я поняла. Он просто не хочет идти через мостик. Он боится. А вот и нет. А вот и да. Не боялся бы, уже сто раз прошел бы. Вот и ходи сама. Я и хожу. А ты трусишка. Подумаешь? Я тоже иногда боюсь. Да-да. Я ужасно боюсь всего скучного. А ты, Гоша? А я тоже боюсь. Иногда. Что у вкусненького не останется. Вот так. А я вроде как боюсь всяких этих, как их, споров. А я боюсь, что какая-нибудь полосочка окажется не такой ровной. А я боюсь, что мы так и будем стоять и никогда не начнем играть. А я не шучу. Ты смешной, Паша. Даже когда не шутишь. Что же мне делать? Лично я в таких ситуациях специально делаю все наоборот. Вверх тормашками. Как это? Вот так. Ведь ты боишься упасть вниз. А если поменять вверх и не с местами, то падать можно будет только вверх. Погодите, погодите. Значит, вы все чего-то боитесь. Ха-ха, трусишки. И только я, только я ничегошеньки не боюсь. Как здорово! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Как можно жить, как бы вы знаете эту Handschelix мне совсем Смелей и удачней на свете не найти Не могут неприятностей, не могут неприятностей, Не могут неприятности Со мной произойти Не могут неприятностей, не могут неприятностей Со мной произойти Вот это бряк А-а-а-ой-ой Бряк-бряк. Яна, Яна, тебе очень больно. На нормально. Спасибо тебе, Петя. Ой, посмотрите на него. Петя перебежал мостик. Будем. Как так? Ты что, перестал бояться? Нет, я очень-очень испугался. За тебя. Да, да, мы все за Яну испугались. Но только Петя бросился помогать. Настоящий друг. А я испугался, мне кажется, больше всех. Так, так. Предлагаю срочно перестать бояться и продолжить прогулку вверх тормашками. Ну, смелее, это не сложно. Давайте-ка признаемся, что всем иногда Чего-нибудь пугаемся, но это не беда. Когда с друзьями вместе мы, то страхи каждый раз. В испуге разбегаются, в испуге разбегаются, В испуге разбегаются и прячутся от нас. В испуге разбегаются, в испуге разбегаются И прячутся от нас. Пойду-ка я искупаюсь. О-о-о! Холодненькая! Привет, Клеточка. Привет, Гоша. Пойду-ка я лучше попрыгаю. Бутылочная почта. Почтина! Попробуем. Соленая. Соленая. Жесткая. Фу! Что сразу фу? Да не ты фу. А вот это. А что это? Это фу. Это что-то редкое, что-то древнее и даже таинственное. Я, кажется, знаю, что это. И что? Это шуршалка. А где шуршалка-то? У шуршала. Ага! Так, так, так. Так. А что это? Янка! Отдай! Это наша шуршалка. Шуршалка? А вот и неправда. А вот я знаю, что это. Что? Что? Это... Ой, что это? Привет, Паша. Это... Звенелка. Правильно, Петя. Звенелка. Да нет же. Это шуршалка. Шуршалка. Звенелка. Звенелка. Звенелька. Ой, как у вас тут интересно. А что это? Звенелка. Звенелка. Шуршалка. Звенелка. Шуршалка. Шуршалка! 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 Зеленелка! Зеленелка! Стойте! Я тоже хочу играть с вами! А мы не играем! Мы спорим, что это? Шуршалка! Нет! Зеленелка! А! Понятно! Сейчас! Секундочку! Шуршите! Не шуршите! Звените! Не звените! Ну, так что это? Это... Что? Шуршезвенелка! Шуршезвенелка! Вот так это звенит! А вот так шуршит! А еще это... Бутылочная почта! Она очень старая! Ей может быть больше ста лет! Бутылочная почта! Бутылочная почта! Мы получили древнее послание по воде! И что ж там написано? А! Написано тут, что... Шуршезвенелка! Повышатель настроения! И укреплятель веселья! Если хочется шуршать, шуршите! Если хочется звенеть, звените! Так там и написано! Точно так! Слово в слово! И что же мы будем с этим делать? Эм... Я думаю, отправим дальше! Пусть те, кто получит это послание, шуршат и звенят! И танцуют! Ммм... Она ещё и Плюхалка! Плюхалка! Субтитры сделал DimaTorzok